Наша мысль может становиться всесильной. Мы должны это как можно глубже осмыслить. Наша мысль обладает реальной силой материализации. Мы должны понимать и верить в то, что наша мысль обладает колоссальной силой реальной материализации. Вы вступили на территорию призраков. Сегодня в нашей программе мы поговорим о мыслеформе и о материализации мыслей. Вы узнаете, какой невероятной силой обладают наши мысли и слова. Оставайтесь на территории призраков и вы узнаете, какими способами можно материализовать свою мысль. Что нужно сделать, чтобы желаемое стало возможным. Также вы услышите несколько рассказов, подтверждающих факт материализации человеческой мысли. Мысль – это более тонкое проявление бытия, чем эфир и энергия. Любая мысль, она динамична. Допустим, любая человек, негативная мысль – это потери энергетической человека. Американский этнограф и антрополог Карлос Кастанеда в 50-е и 60-е годы 20-го века жил среди индейцев племени Яйки, изучая их быт и магические обряды. Одним из наставников, приобщавших Кастанеду к тайному знанию, был шаман Дон Хуан, ставший персонажем таких произведений ученого, как «Учение Дона Хуана», «Путь к познанию индейцев Яйки» и «Силы тишины» – очередной урок Дона Хуана. В одной из этих книг рассказывается, что однажды Дон Хуан продемонстрировал возможность создания живого существа силой мысли. Факт материализации мысли уже доказан. История такова. Я приведу пример реальной истории, которая произошла с моей знакомой. Женщина гуляла с ребенком, в Москве это было, по улице просто. И немножко задумалась она, да, и представила образ человека. Простой образ человека, незнакомого ей. И самое удивительное, через 10 минут, как она шла в поле, она увидела этого человека. То есть вот именно то, чего она представила, этот образ человека – глаза, рот, нос – это все совпадало в реале. То есть она увидела человека, который прошел мимо ее, простой прохожий, но в точь-в-точь представила, как она у себя вот в мыслях. Это реальная ссорь. Она настолько была удивлена, просто вот задумалась, представила человека какого-то непонятия ей, незнакомого. И через некоторое время она его встретила. Ее было удивление огромное. То есть она задумалась немножко, и вот мысль материализовалась. Что она представила, это воплотилось в реальность. «Вот смотри», – сказал шаман, поднеся к лицу к Кастанеды правую ладонь и сжав пальцы. Унезапно ученый почувствовал слабость во всем теле. Ему стало трудно смотреть на ладонь Дона Хуана, глаза заливал пот. Затем голова Кастанеды вдруг откинулась назад, словно ее стукнули по лбу. И в этот момент на раскрывшейся ладони Дона Хуана появилось удивительное существо. Животное, похожее на грызуна и напоминающее белку. Только хвост его был усеян колючками, как у дикобраза. Существует еще один пример из личной моей жизни, когда я ждал долго человека одного. У нас была договорная встреча, и человек долго не приезжал. Я ему звонил на мобильный телефон, мобильно не отвечал. Я решил просто пройтись по улице, и я сконцентрировался на том, чтобы побыстрее бы он приехал. И вот когда я придал мысли свою силу, то есть сильно стал думать об этом, я вышел на улицу, через минут 10 я встречаю его у остановки. Вот я вышел прямо на улицу, через минут 10 я подхожу к остановке, и я этого человека вижу. Мы встретились. То есть здесь банальный пример материализации мысли. Потрогай зверька, предложил шаман. Кастанеда провел пальцами по спине существа, прикоснулся к его головке, и тут заметил невероятное. Зверек был в очках. Это настолько поразило ученого, что его охватил приступ истерического смеха. А грызун вдруг начал увеличиваться в размерах. Вскоре он перерос пределы поля зрения Кастанеды, а затем исчез из виду. Еще существует одна история, тоже такая вот простая, но все же это доказывает факт материализации. Женщина хотела, чтобы ей подарили на день рождения платье. Она вот ходила в магазины и не могла себе выбрать толком, что она хочет именно. И в один день она просто представила то, что она ходит, это должно было платье красного цвета быть, с выкройкой определенной. И через некоторое время она никому не говорила, что она именно такое платье хочет. Ей подарили то, что она представила в своих образах, мыслеформе. Искусством создавать силой мысли различные предметы, а также живых существ, обладают маги и колдуны многих народов. В частности, тибетские монахи йоги. В тибетском варианте такие существа называются тумпами. Причем реальность их существования даже сами создатели трактуют достаточно своеобразно. У моего товарища знакомого произошла такая история, тоже связанная с материализацией мысли. Когда он учился в пятом классе, его товарищи над ним начали глумиться. То есть они в один день его избили просто-напросто. И ему было больно, соответственно. И он пожелал им того, чтобы это им воздалось. То есть чтобы им стало еще хуже даже. Этим людям, которые это сделали. Что происходит? На следующий день, когда он пришел в школу, они почему-то не пришли. А через некоторое время выяснилось, что они пошли купаться на реку, и их засыпало песком. Они утонули. Это простой пример, доказывающий, что материализация мысли очень опасна. Негативные эмоции могут материализовать мысль в очень плохую, так скажем, сторону. То есть это говорит о том, что человек пожелал людям негатива, и произошла трагедия. Тибетские мистики утверждают, что все воспринимаемые нами явления, вкупе с окружающим нас физическим миром, являются лишь продуктом нашего воображения. Поэтому для них действительность существования тульпы вообще не составляет предмета размышлений. Поскольку как твердая материя, так и мысленно создаваемые ее формы присутствуют исключительно в воображении. И одна из них не более реальна, чем другая. Существует страшное совпадение, когда актер снимается в кино, и он играет роль, когда его убивают. И через некоторое время происходит то, что его в реальной жизни убивают. Это говорит о том, что когда люди смотрят телевизор, мы знаем, что мысль может регенерироваться. Соответственно, это большая аудитория. И когда все воспринимают картинку так, как это показывается, что его убили, все думают об одном и том же. И здесь, скорее всего, массовая материализация мысли произошла, когда актер играет роль, и его потом убивают в реальной жизни. То есть, когда мысль генерируется, и происходит эта материализация та самая. То есть, это вот касаясь того, что опасные роли, они могут в реальной жизни воплотиться. Нужно быть осторожными, не только пытаясь материализовать свою мысль, но и просто думая о чем-то, например, желая кому-нибудь зла. Ведь мысли могут стать реальными даже без особых усилий. Далее на территории призраков мы поговорим о том, что такое мыслеформа. Вы узнаете о силе и возможностях нашей мысли. Оставайтесь на территории призраков. И мы расскажем вам о том, как мысль может материализоваться, превращаясь в энергетическую форму. Идею о том, что силой мысли можно вызвать из непытия живое существо, большинство рационально мыслящих людей отвергает. Однако, современная физика такой возможности не исключает. Еще в 1932 году известный английский физик и астроном Джеймс Хопвуд Джинс отмечал, что разум уже перестал быть случайным гостем в материальном мире. Скорее нам следует признать его за творца и одновременно властителя этого мира. В наши дни для большинства специалистов в области квантовой физики это утверждение представляется достаточно очевидным. Прежде чем говорить о материализации, нужно сначала понять, а что из себя представляет мысль, ее основные характеристики, что она из себя представляет. Можно ли ощутить то, о чем мы будем говорить. Вот если, например, мы не знаем, что существует микромир, для нас он неизвестен, и мы в него не верим. Но стоит появиться, например, микроскопу, и тогда мы увидим то, что скрыто за нашим зрением. Оно не имеет возможности его как бы открыть для нас. Но если сделать усилитель, способный собрать энергию мысли в пучок, она начинает проявляться. Ее можно почувствовать через наши органы осязания. Вот можно ладонью почувствовать, что из себя представляет энергия того или иного рисунка. Таким образом, по мнению ряда известных мыслителей, материю, по крайней мере до известной степени, можно формировать посредством сознания и мышления. И, следовательно, эти процессы могут приводить и к созданию тульпы. Но вопрос о том, насколько такие фантомы воспринимаются органами чувств посторонних лиц, не участвовавших в их создании, остается пока что дискуссионным. Сам рисунок — это не что иное, как матрица. Если знать законы распространения мысли, вот энергоинформационную составляющую рисунка, тогда есть возможность выстроить программу при помощи рисунка. Все мои рисунки, они выстроены таким образом, что в них есть три основных характеристики. Они имеют замкнутый контур, они не выходят за пределы золотого сечения. В конце 15 века, под влиянием взглядов своего друга, Леонардо да Винчи написал трактат «Божественная пропорция», содержащий теорию геометрических пропорций. В частности, правила золотого сечения, деления отрезков к крайним и средним отношениям. Золотое сечение – деление отрезка или площади на части, в таком соотношении, при котором меньшая часть относится к большей, как большая ко всему отрезку площади в целом. И энергия мысли развернута по часовой стрелке. Вот если, например, рисунок не раскрашен, он является матрицей, и в него можно заполнить энергией того человека, который раскрашивает рисунок. Что при этом происходит? Происходит программирование на то, что нужно помочь человеку. Мысли формы постоянно рождаются при любом вашем заклинании. Произнося заклинание, вы обязательно должны испытывать внутреннее напряжение и чувствовать движение вашей собственной энергетики. Только подкрепляясь внутренним движением воли и мысли, ваши слова и действия будут иметь реальную силу, и вы сможете достичь значимого результата. Например, есть обыкновенный психологический тест, который даёт возможность человеку увидеть свою энергетическую составляющую. Когда мы его проговариваем, вот я, например, когда веду лекции, передо мной сидят много разных людей, разного возраста, разных специальностей. Всем я им говорю одно и то же. Но когда они открывают глаза, они начинают рассказывать о том, что они увидели. У кого-то одного цвета было много, у кого-то мало. Тогда что мы делаем? Мы выбираем тот рисунок, где можно использовать больше всего того цвета, которого у них было мало. они начинают это всё раскрашивать, а после мы опять проводим тот же самый тест. Но когда они вдруг опять входят в это состояние, они с удивлением обнаруживают, что у них изменилась наполненность вот этих вот цилиндров, которые тут олицетворяют наши энергетические центры. там есть как бы семь обыкновенных вот таких вот, ну, заполненных цветом ёмкостей. Вот красный, оранжевый, жёлтый, зелёный. И вот если, например, до того, как человек разрисовал рисунок, у него была половина или там меньше половины, вообще не было этого цвета, после того, как он его разрисовал, вдруг этот цвет появляется. Он начинает заполнять вот эту ёмкость. То есть человек видит, как он самостоятельно изменил своё энергетическое состояние. Оказывается, вот эти способности регулировать энергетические потоки, вносить в человеческий организм те или иные свойства и качества, использовались ещё в древности. Вот сейчас прошли вот по телевидению передачи о том, что из себя представляет вода. Учёные открыли, что вода обладает памятью. Итак, заговариваете ли вы обычную воду? Даёте ли жизнь новому знаку или талисману? Страстно желаете чего-либо и предпринимаете к этому действие? Так или иначе, вы порождаете мыслеформу. То есть используете способность материи переходить из физического в тонкое состояние, астральное и ментальное. А можно ли вообще по нашим словам понять, использовали в древности наши предки эти свойства или нет? Оказывается, наши слова, это действительно имеет ещё и энергоинформационную составляющую. Мы сейчас их воспринимаем только как бы внешнюю часть. Не знаешь, чем они окрашены, с чем связаны, как они влияют на человека. Поэтому, например, то, что касается цвета, звука, оно тоже использовалось. Вот если, например, взять и перевести слово «кон-тур». «Кон» означает «священное знание», а «тур» — это и одно из имён Бога Велеса. Вот если, например, взять то, что касается художников, взять и выстроить, например, понятие такое, что такое, например, слово «моляр» или «мольберт». Если мы не знаем этого, мы просто как бы воспринимаем его как обыкновенное название того или иного процесса или предмета. На самом деле слово «моля» означало песню, речитатив, обращение к чему-либо. Вот слово «моля» его можно найти в таких словах, как, например, «молва», «мольба», «молитва», «молодость». Оказывается, «моляром» — это тот человек, который знал, какой Бог отвечает за какой цвет. И когда он мешал краске, он пел песни этому Богу-покровителю. И тогда сама краска структурировалась лучшими качествами Бога-покровителя. Один из главных законов мистики повседневной жизни. Посылая устный вопрос, можно получить физический ответ. Остаётся только правильно его задать. Верно определить свои требования. И вы всегда будете получать нужные решения. Но для этого сначала следует определиться в собственном выборе. Наши предки относились к любым процессам, сознаниям, энергоинформационного обмена. Далее в нашей программе несколько способов материализации вашей мысли. Вы хотите знать, как воплотить в реальность вашу мечту? Оставайтесь на территории призраков. Но будьте осторожны. Все ваши мысли вполне могут стать реальностью. Поскольку мысль может приобретать форму, она может и перемещаться в виде энергии. Я в то время работал в издательстве, в АСТ-прессе. У нас был технический редактор, который очень чувствовал мои рисунки. Мы с ним на спор делали так. Он отворачивался, а я ему подсовывал свои рисунки. И он, не глядя, сразу определял, какой у него рисунок под ладонью. Он их ощущал по потоку, который исходил от рисунка. И сразу безошибочно говорил, вот это единорог, вот это лисенок, вот это, например, мишка. И когда я начал говорить о том, что я передал мысль на расстояние, тут он усомнился. То, что было явно, то, что он сам видел и чувствовал, он это принимал. Но когда я начал говорить о том, что есть возможность передать энергию на расстояние, то есть вот энергия мысли, она не знает ни времени, ни преград. Она не подходит ни под какие критерии. Мы не можем даже понять, какие у нее параметры у мысли. И вот тут он усомнился. Мысль можно перемещать, передавать и даже воздействовать мыслью на действительность. Вот тогда мы решили провести эксперимент, так как у меня как раз именно такой характер, что если я что-то прочитал или еще что-то такое, я сразу пытаюсь понять, как это проверить и где применить. Поэтому я его попросил достать ключи, я их посмотрел, и мы договорились, что в 10 часов вечера я попытаюсь передать энергию на его ключи, сможет ли он их почувствовать. Так как это было в пятницу, то в понедельник, придя на работу, я просто забыл о том, о чем мы разговаривали. И когда он встретил меня около входа, схватил за руку, завел за лестницу и говорит, так, кто тебе сказал, где моя дача? Тут я просто удивился. Я никак не мог понять, чего от меня хотят. Причем тут дача? Оказывается, в пятницу вечером они с женой уехали на дачу, и в 10 часов вечера они вдвоем держали руку над этими самыми ключами. И чувствовали, что изменяется поток. Он начинает дышать вместе со мной. И вот они все голову ломали, кто мог сказать, где его дача. Хотя я даже не знал, где он находится. Я просто о нем хорошо подумал и соединил свою энергию вот с этим предметом. Оказывается, этого было достаточно. Мысль находит человека, где бы он ни был. Мало у кого вызывает сомнение тот факт, что наша мысль материальна, а значит, способна вносить реальные изменения в нашу повседневную действительность. Также известно и то, что у мысли, подкрепленной действием, сотню раз больше шансов воплотиться в реальность. Вот если мы начнем, просто знать о том, что говорится в слове, у нас и совершенно по-другому начнет выстраиваться наше отношение с окружающим миром. Итак, материализация мысли – это не фантастика. А теперь несколько способов материализовать свою мысль. Как приблизить желаемое к действительному? Как материализовать мысль? Для этого надо, значит, во-первых, представить мыслеформу, представить ожидаемую ситуацию, пути ее решения. В-третьих, значит, сосредоточиться на определенном образе, да, и как бы внутренним взором прокручивая кинофильм с ранее известным концом. То есть, ты должен представить ситуацию, что ты именно хочешь. А в-четвертых, надо охарактеризовать все короткой одной фразой. Я хочу, допустим, чтобы это дело закончилось в мою сторону. То есть, чтобы удача мне было, сопутствовало. Попробуйте вспомнить момент, который наверняка имел место в вашей жизни. Когда вы, проснувшись утром, вдруг ясно осознавали, что все у вас сегодня будет хорошо. Все задуманные нынче дела легко решатся, а мечты и желания не сбудутся. И это действительно происходило. Надо сосредоточиться на мысли и образах. И как бы напречь мышцы своего тела. И вот вы будете чувствовать прилив энергии. То есть, как в ваше тело поступает энергия. После этого, ну, на некоторый момент надо расслабиться. И вы почутствуете, как импульс тела передается вашим мыслям. И тем самым мысли становятся динамичны. И так происходит материализация. То есть, это такой способ. Непосредственно надо здесь учесть то, что надо представить ситуацию, пути ее решения, то есть, что вы именно хотите, и средоточиться на мысли и образе. То есть, когда это все сочетается, тогда мысль может материализоваться. Все это можно было бы представить, как момент ясновидения или простое совпадение. Но это только с одной стороны. Другое же объяснение, в том, что ваше собственное ощущение предстоящего успеха формирует вокруг вас особую атмосферу удачи и везения, которая помогает воплотиться мечтам, желаниям в действительность. Ваша мысль о счастливом будущем создает необыкновенную магнитную силу, притягивающую к вам все самое лучшее. Иными словами, в подобных случаях вы сами становитесь инициатором своего успеха и везения. и недависимо от того, какие ситуации вам приготовила судьба, всегда можете извлечь из них выгоду. Еще один способ существует материализация. Для этого надо взять тарелку с медом и молоком. Почему с медом и молоком? Объясню. Потому что мед и молоко являются энергетическим проведником между нашим миром и астральным его отражением. И вот когда человек поставит перед собой тарелку с молоком и медом и будет также средотачиваться на высой образе того, чего он хочет, то это непосредственно материализуется. Это факт. То есть это работает, но им надо средоточиться. То есть также напречь тело, также сосредоточиться на определенном образе и потом надо на некоторое время расслабиться. И вот человек должен концентрировать внимание именно на том, чего он хочет. То есть на своих мыслях, чего он хочет, чтобы это материализовалось. Вы также можете использовать и более тонкую материю огненной стихии. Сформируйте мысль. Напрягите мышцы и не затрачивая их энергию на движение, отдайте ее пламени свечи. Огонь очень динамичен, активен, поэтому пользуйтесь этим методом тогда, когда вам необходимо очень быстро решить вашу проблему. воздух. Такое же воздействие на реальность оказывает воздушная стихия, стихия ветров. Напрягая мышцы, вы должны полностью задержать дыхание. Сохраняйте внутреннее напряжение как можно дольше, а затем с расслаблением мышц выдохните воздух. представьте, что ваша внутренняя энергия, соединившись с вашим дыханием, становится причиной происхождения нужных вам событий. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о силе знаков, символов, рисунков. Оставайтесь на территории призрака, и вы узнаете, как важно помнить о том, что мы несем ответственность не только за свои поступки, но и за свои мысли. Вот если, например, рисунок не раскрашен, он является матрицей, и в него можно заполнить энергии того человека, который раскрашивает рисунок. Что при этом происходит? Происходит программирование на то, что нужно помочь человеку. То есть, например, есть обыкновенный психологический тест, который дает возможность человеку увидеть свою энергетическую составляющую. Когда мы его проговариваем, вот я, например, когда веду лекции, передо мной сидят много разных людей, разных возрастов, разных специальностей. Всем я им говорю одно и то же. Но когда они открывают глаза, они начинают рассказывать о том, что они увидели. У кого-то одного цвета было много, у кого-то мало. Тогда что мы делаем? Мы выбираем тот рисунок, где можно использовать больше всего того цвета, которого у них было мало. Они начинают это все раскрашивать, а после мы опять проводим тот же самый тест. Но когда они вдруг опять входят в это состояние, они с удивлением обнаруживают, что у них изменилась наполненность вот этих цилиндров, которые олицетворяют наши энергетические центры. Там есть как бы семь обыкновенных вот таких заполненных цветом емкостей. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. И вот если, например, до того, как человек разрисовал рисунок, у него была половина или меньше половины, вообще не было этого цвета, после того, как он его разрисовал, вдруг этот цвет появляется. Он начинает заполнять вот эту емкость. То есть человек видит, как он самостоятельно изменил свое энергетическое состояние. Оказывается, вот эти способности регулировать энергетические потоки, вносить в человеческий организм те или иные свойства и качества использовались еще в древности. Вот сейчас прошли по телевидению передачи о том, что из себя представляет вода. Ученые открыли, что вода обладает памятью. А можно ли вообще по нашим словам понять, использовали в древности наши предки эти свойства или нет? Оказывается, наши слова действительно имеют еще и энергоинформационную составляющую. Мы сейчас их воспринимаем только как бы внешнюю часть. Не знаешь, чем они окрашены, с чем связаны, как они влияют на человека. Поэтому, например, то, что касается цвета, звука, оно тоже использовалось. Вот если, например, взять и перевести слово кон-тур. Кон означает священное знание, а тур это и одно из имен бога Велеса. Вот если, например, взять то, что касается художников, вот взять и выстроить, например, понятие такое, что такое, например, ну, слово маляр или мольберт. Если мы не знаем этого, мы просто как бы воспринимаем его как обыкновенное название того или иного процесса или предмета. На самом деле, слово моля означало песню, речитатив, обращение к чему-либо. Вот слово моля, его можно найти в таких словах, как, например, молва, мольба, молитва, молодость. Оказывается, моляром, это тот человек, который знал, какой Бог отвечает за какой цвет. И когда он мешал краске, он пел песни этому Богу Покровителю. И тогда сама краска структурировалась лучшими качествами Бога Покровителя. Вот это как раз и есть основное. То есть наши предки относились к любым процессам, сознанием энергоинформационного обмена. Вот что это такое. А если еще учесть, что была возможность направить энергию, свести ее в пучок, это было при помощи знаний, как выстраивается орнамент. Потому что сам цвет, если взять его сакральные свойства, то он обладает способностью нести энергию. И у каждого цвета своя энергия. Вот это как раз и есть те качества, которые мы должны усматривать, когда мы говорим о свойствах мыслей. То же касается и сущностей, обитающих главным образом в астральном пространстве и не представляющих себя вне его пределов. Несмотря на то, что они в известной степени далеки от нас, эти сущности способны вносить определенные изменения в нашу действительность. Быть нам полезными или наоборот тормозить наш успех и развитие. Мысль, она имеет возможность быть сконструирована не просто через физическое тело, ее можно выстроить еще и ментально. То есть есть возможность например направить энергию, сконцентрировать, ее мысленно выстроить, и тогда ее тоже можно ощущать. Все сущности, обитающие в астральном пространстве, способны откликнуться только на знакомые им сочетания знаков, слов и действий. Подчиниться нашей воле и мысли, создающим привычные для них условия и пространство. Иными словами, для того, чтобы мы поняли астральный мир, он старается говорить с нами на нашем языке. А чтобы наши слова были доступны тонкому миру, мы должны использовать известные ему символы. Когда я вел лекции, это был как классный час в школе, у нас получилось так, я должен был детям объяснить, что из себя представляет, например, граффити. у нас сейчас все заборы расписаны, не пойми чем. И вот меня попросили учителя объяснить детям, почему этого делать не надо. Сначала мы просто говорили, почему у нас тянет вообще что-либо взять и написать. А потом я им начал объяснять, что из себя представляет символ, знак. Вот, например, я взял и вызвал к доске парнишку напиши, нарисуй латинский крест. То есть это как? Вот перекладина немножко вверху. Так, нарисовал. А теперь делай вот так. Вот так стирается информация и приложи латонь вот к этому изображению. Что ты чувствуешь? Он говорит, идет тепло. Я говорю, к тебе? Да. А вот теперь сделай так. Нарисуй латинский крест перевернут. И он рядом нарисовал такой же, только перекладина внизу. Я говорю, тебе что ты чувствуешь? Ничего не чувствую. Прислушайся. И вот тут он начинает говорить. У меня такое ощущение, как будто руку тянет прямо к этому самому символу. Вот получается так, что зеркальное изображение символа несет прямо противоположные свойства. Оказывается, что то, что мы не можем осязать, например, мысли, изображения, слова, имеют на нас огромное энергетическое воздействие. А теперь мне объясни, что же это такое, когда нарисуется круг, и как буква А. Он говорит, ну, это знак анархии. Это наш знак, это знак свободных людей. Я говорю, ну-ка, напиши эту анархию, а теперь сделай вот так. Поднеси руку и посмотри, что ты чувствуешь. Он говорит, странно, но у меня руку тянет к знаку. Я говорю, вот эта штука, она вампирит. Она вот сейчас забирает энергию от тебя. Вот представь себе, что ты вот нарисовал эту здоровую штуку на заборе, а рядом остановилась старушка, вот ей стало плохо. И твой знак забрал эту энергию. Вот если что-то случится, отвечать будешь ты. У меня, я ошеломил ответ, который он мне сказал. Он мне сказал, а если никто не видел, что это я рисовал? Вот интересно, вот как можно объяснить человеку вот этот библейский, вот эту вот притчу о том, что посеешь, что и пожнешь. Вот как можно объяснить нашим детям, что мы несем ответственность за то, что выпускаем в мир. Силу мысли, заложенного в знаке, символе, в слове, с чем она соединяется, как она на нас влияет. Направляя наши мысли в ту или иную сторону, мы направляем энергию, способную повлиять на другого человека или на действительность. Об этом нельзя забывать и непременно нужно быть осторожными не только в своих поступках, но даже в собственных мыслях. Оказывается, энергию мысли можно ощущать, ее можно направлять. В заключительной части нашей программы еще немного о материализации мыслей, о силе и неограниченных возможностях нашей мысли. Вот для того, чтобы пополнить себя энергией, связанной с другим полюсом сознания, люди искали человека с определенными знаниями, с талантами и давали ему развиться. Вот они видели, например, в человеке талант художника или композитора или поэта. Вот. И они давали ему возможность получить образование, а не устраивали ему, например, концерты или выстраивали, например, показы его картин. И получалось, что выстраивалась вот эта информационная цепочка. Получалось так, что человек получал от людей, которые приходили на эти концерты, на эти выставки, вот ту энергию, которую люди испытывали. И получалось так, что человек выравнивался. Вот то же самое было и дома. Вот когда мы говорим женский пол или мужской пол, на самом деле это говорит о слове половина. Вот когда в тюрема была женская половина и мужская половина. Это умение обменивать энергиями. То есть оказывается есть знание о том, как объединять энергии мужчин и женщин. вот это как раз то, что напрямую связано с мыслями. О том, как мы должны относиться к человеку. У нас были знания о том, как человеку становиться Богом. Вот слово боготворить относится именно к этому. супруги видели, искали лучшие качества и всячески их поощряли к тому, чтобы они развивались. Простое мышление, сосредоточенное и упорное, вероятно, тоже приносит свои плоды. Нас интересуют процессы, которые сами производят то, что нам нужно, как бы автоматически, как бы без нашего участия. Вероятно, есть способы научиться думать еще более сосредоточенно. Вот если, например, зайти в кабинет врача или в класс и спросить, а где находится душа у человека, какая она, то вам покажут анатомический атлас и скажут, а вот этого-то как раз в человеке и нет. И когда мы говорим о том, что мы должны возродить дух нации, о том, что в семье должны быть душевные отношения, а как измерять вот эти понятия душа и дух? Какие они должны быть? Вот дух, он какой? Длинный, зеленый, квадратный, липкий, какой? Кто будет прививать нам вот эти понятия души и духи? Вот сейчас мы стоим на пороге великих перемен. Действительно, сейчас то, что сказано в Святом Писании, это как раз то время, в котором мы живем. Вот на наших глазах будут разворачиваться очень интересные события. И если, например, сказано о том, что и последние станут первыми, а что же за этим стоит? Как это последние станут первыми? Вот если не разобраться, что из себя представляет энергоинформационная составляющая, то есть ее ментальные конструкции, то, что мы говорим о силе мысли, нам очень трудно будет разобраться о том, что, говорил Христос, когда говорил «приду не с миром, а с мечом» разделить мужа и жену, отца и сына, мать. Как это? По каким таким критериям? Почему это будет происходить? То есть это опять-таки напрямую связано с изменением энергоинформационной структуры. Вот мы сейчас будем переживать именно эти времена. энергия тела и поступка, став энергией духовного воплощения, способна произвести изменения в физическом мире. Очень часто всего лишь одного этого действия достаточно, чтобы многое получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok